11 апреля ежегодный армянский национальный праздник День Матери Любви и Красоты. По этому поводу у нас гости в студии, но для начала великолепный танец от Лилит Хачатрян, солистки Народного хореографического ансамбля «Армения». «Армения» Какой красивый танец! Как это потрясающе! Элегантно, тонко! Дорогие гости, проходите, пожалуйста. Перед столом, пожалуйста, вставайте, располагайтесь. Лилит, вы тоже, пожалуйста, вот сюда проходите. Доброе утро! Сейчас будем знакомиться и рассказывать всем нашим зрителям, какое событие ждет краснодарцев и гостей нашего города совсем скоро. Итак, как я уже сказала, 11 апреля ежегодный армянский национальный праздник День Матери Любви и Красоты. Организаторы этого мероприятия Петр Варданян, Анжелика Маркарян и солистка Народного хореографического ансамбля «Армения» Лилит Хачатрян. Доброе утро! Еще раз все наши зрители в ожидании и во внимании. Рассказывайте об этом событии. Доброе утро, доброе утро! Для начала большое вам спасибо за приглашение. Очень рады сегодня быть здесь, разделять с вами это утро. Касательно праздника, если позволите, буквально в нескольких словах о самом празднике. Я вам немного поведаю и зрителям, я думаю, будет интересно. Немного поправлю. Сам праздник все-таки 7 апреля был объявлен 11. 11 он просто в этом году так вышло, будет отмечаться. А сам праздник, то есть испокон веков, именно 7 апреля в Армении отмечается день, посвященный женщинам. То есть восходит этот праздник к церковному обычаю, именно к христианскому дню Благовещения Пресвятой Богородицы. То есть согласно легенде, именно в этот день, точнее даже не легенде, а согласно библейскому писанию первой главы Евангелия от Луки, именно в этот день святой архангел Гавриил спустился и возвестил Марии о том, что именно в этот день, то есть о беременности, о том, что будет спаситель, будет Христос. И день очень важный, день почитаемый не только Армянской Апостольской Церкви, насколько нам известно, но и всеми, в том числе и Православной Церковью. Поэтому, наверное, трудно называть праздник сугубо армянским. Безусловно, его сейчас организуем мы, но поэтому мы и приглашаем всех абсолютно людей, всех национальностей на этот праздник, потому что, как недавно было тоже сказано, у матери нет национальности, именно поэтому сегодня вот мы здесь. Вот скажите, пожалуйста, а что принято делать в армянской культуре в этот день? Ну вот сегодня мы увидели красивый танец в исполнении лилит. Что еще происходит? Вообще этот праздник посвящен восхвалению наших женщин, восхвалению наших матерей. Обычно в традиционном наших семьях мы собираемся в кругу семьи, близкими, родственники, дарим букеты нашим мамам, сестрам, бабушкам, и отмечаем все вместе в кругу семьи. Ну, мне кажется, вообще в это время в Армении, в начале апреля, там же уже все цветет и пахнет, в прямом смысле слова. Конечно, это имеет дополнительный плюс к этому празднику. Ну и наша весна тоже не намного хуже. Самое главное же это душевное тепло, правда же, и те гости, которые придут. Где все будет происходить и где можно к этой культуре прикоснуться, познакомиться в том случае, если еще ни разу из наших зрителей кто-то не был. 11 апреля в Гранд-Холл Сибирь в 18.00 фойе у нас начнут работать интерактивные площадки. У наших гостей будет возможность окунуться в атмосферу армянской культуры, армянских традиций. На интерактивных площадках будет возможность продемонстрировать даже любовь к своим матерям. Так, к примеру, интерактивная зона будет, баннер, на котором можно будет написать письмо признания своей матери. Также будут фотовыставки, много фотозон и, конечно же, концертная программа. Также у нас на одной из интерактивных площадок будет благотворительная продажа открыток с изображениями известных армянских художников. Это мы бы хотели вам подарить в качестве сувенира. Да, и, конечно же, концертная программа, номера, которые не повторяются с предыдущими выступлениями, завершением которой будет номер с детьми разных национальностей, исполняющих песни на русском и армянском языках. Не могу, не могу, не могу удержать, не могу не спросить, скажите, а еда и напитки, как же без этого? Или не в этот раз? Ну, к сожалению, не в этот раз. Мы учтем, мы учтем. Уже на свежем воздухе. В следующий раз соберем друг друга, пригласим. Я бы хотела отметить, что вход свободный. И в целях безопасности нашим гостям, и нам, конечно же, надо будет масочный режим соблюдать и социальную дистанцию. В общем, в это воскресенье, если у вас свободное время, приезжайте в МВДЦ Сибири, холл первого этажа. Заходите, участвуйте в интерактивах, в аукционах, смотрите концертные номера и приобщайтесь к этой культуре, к ежегодному армянскому национальному празднику, День Матери, Любви и Красоты. Вам большое спасибо и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.